Эфир телеканала НЛТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Ждал виртуальные деньги, а пришли реальные полицейские. 43-летний мужчина в подсобном помещении установил более 300 аппаратов по добыче криптовалюты. Безопасность превыше всего. В республике начаты рейды по выявлению самовольных подключений к газу. Срок годности давно истек, но не на бумаге. Около 300 тонн просроченной продукции животного происхождения зафиксировано в Дагестане. Аварийность на дорогах, проблемы с энергоснабжением и не только. Обсудили на первом заседании депутатов в этом году. В Кизельурте полицейские накрыли майнинг-ферму. 43-летний местный житель в подсобном помещении установил более 300 аппаратов по добыче криптовалюты. При этом самовольно подключился к линиям электропередач, присоединив устройство, минуя приборы учета. Попадает ли мужчина за незаконное предпринимательство под уголовное наказание, не сообщается. Как и не говорится о сумме нанесенного ущерба. В Дагестане псевдоконсультанта задержали за мошенничество на сумму более 600 тысяч рублей. Житель Левашинского района выманивал деньги у людей под предлогом участия в госпрограмме в сфере малого бизнеса. Он размещал в соцсетях объявления, где предлагал услуги по оформлению необходимых документов. Однако взятые на себя обязательства мужчина пополнять не собирался. Таким образом, подозреваемый обманул более 10 человек. Если вы пострадали от действий данного лица, обратитесь по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. Обходы по дворам, информирование жильцов и отключение от газозлостных нарушителей. И все ради безопасности. Глава республики Сергей Меликов поручил усилить проверки домовладений на предмет самовольного подключения к голубому топливу. На одном из таких рейдов побывали и мои коллеги. Слово Камиле Мехтихановой. В начале этой недели 9 человек отравились угарным газом в Каспийске. А на прошлый прогремел взрыв, который унес жизни всей семьи. И в обоих случаях виной всему самовольно подключенный газ. Рейдовые мероприятия специалисты решили начать с тех районов, где и произошли несчастные случаи. Как оказалось, подобные небезопасные подключения здесь, в районе улицы Газопроводная, нередки. Нарушения были выявлены по первым же адресам. Задача специалистов – предупредить об опасности самовольного подключения. И, конечно же, в таких случаях приходится отключать от голубого топлива недобросовестных собственников домов ради их же безопасности. В случае, если при выявлении внутри домовладения газопотребляющего оборудования, которое не сертифицировано и не отвечает требованиям безопасности, будем выдавать аварийный запрет, чтобы в течение определенного времени предписанного законом человек устранил эти мероприятия. Иногда люди пренебрегают предупреждениями газовиков, после проверок повторно подключаясь к тому же самому нелегальному оборудованию. Жилец этого же дома был предупрежден не единожды. Однако печка все так же стоит в центре зала. Очень много являются таких случаев, и, соответственно, приходится предпринимать превентивные меры для того, чтобы в дальнейшем избежать тех несчастных случаев, которые у нас наблюдались на прошлой неделе. Только в прошлом году специалистами газовой службы совместно с представителями правоохранительных органов было проведено около 4000 профилактических мероприятий по пресечению самовольных подключений газовым сетям. В ходе рейдов было выявлено и пресечено свыше 6000 несанкционированных подключений. Камила Мехтиханова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ Махачкала. Около 300 тонн просроченной продукции животного происхождения зафиксировано в Дагестане. Нарушения были выявлены специалистами Россельхознадзора Республики с помощью аналитического модуля искусственного интеллекта и мониторинга системы Меркурий. Индивидуальный предприниматель незаконно внес поправки в базу и продлил срок годности товара. Указанные факты свидетельствуют о нарушении прослеживаемости продукции и об отсутствии подтверждения качества и безопасности мяса. В Махачкаре сегодня прошла 29-я сессия Народного собрания Дагестана. Это первое заседание депутатов в этом году. Парламентарии обсудили 22 вопроса. О самых главных из них расскажет моя коллега Салья Магомедова. Мы все радовались, но преждевременно. Эту фразу произнес представитель фракции «Справедливая Россия» за правду Сагид Сагидов. Во время традиционной парламентской разминки, которая бывает посвящена актуальным социально-экономическим вопросам, он говорил о состоянии электросетевого комплекса республики. По мнению депутата, учения Россетей в Дагестане в 2018 году не возымели ожидаемого результата. Сейчас нужно учитывать опыт прошлых лет. Хочется, чтобы прошлый опыт был учтен, чтобы у депутатов на органах собрания не было сомнений в целевом и эффективном использовании выделенных средств. И чтобы уровень надежности электроснабжения населения и социальных объектов качества повысился. В прошлом году мы имели хорошие отчеты в ведомстве и муниципальных образований по подготовке к зиме. Но не всегда и не везде они оправдались. В этом году Дагестану на подготовку к зиме выделили дополнительно 1-2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Еще 546 миллионов направили из СССР в Россетей. Итого республика чуть больше 1,7 миллиарда рублей. На 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения Дагестана, в федеральном бюджете планируется просмотреть 9 миллиардов рублей. Это немало из средств. Но само по себе выделение средств не гарантирует без проблем электроснабжения и отсутствия чрезвычайных ситуаций. После разминки обсуждение вопросов повестки дня. Их всего 22. К примеру, закон о дополнительной мере защиты детей от воздействия вторичного табачного дыма, а также профилактики табакокурения среди подростков. Он инициирован прокуратурой республики и принят депутатами единогласно в первом чтении. Теперь несовершеннолетним официально запрещено находиться в отдельных помещениях или заведениях, в которых допускается потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов. Концепция данного законопроекта была рассмотрена на профильном заседании Комитета народного собрания. И учитывая, что законодательное закрепление запрета на нахождение несовершеннолетних помещений, в которых допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов, как никогда в настоящее время актуально и направлено на сохранение и укрепление здоровья подрастающего населения республики, создание для них условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. Наиболее детально парламентарии остановились на безопасности дорожного движения и профилактике ДТП. И это не случайно. В Дагестане в прошлом году было зафиксировано почти 1700 аварий, в которых погибло 348 человек. С начала этого месяца автопроисшествия унесли жизнь еще 18 жителей республики. Одно из них со смертельным исходом произошло в Бабаюртовском районе. Я вам приведу позавчерашний пример дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге. На момент столкновения с МАНом встречным, где это не запрещено правилами дорожного движения, женщина 1974 года за рулем, впереди рядом с ней дочь, 17 лет, 100 км в час на момент столкновения. Застыла на гранте на электроспидометре. Я к женщинам за рулем отношусь точно так же, как и к мужчинам. Есть и неоднократно нарушающие, а есть те, кто не получил еще ни одного штрафа. Вот у нее на момент смертельного аварии, она погибла и погибла ее дочь. Вот на момент аварии у нее было за скорость, если мне память не изменяет, 11 правонарушений. 8 из них не оплачено. Огромное количество выявленных нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой транспортной дисциплине, как водителей, так и пешеходов. А потому их нужно привлекать к ответственности. Но и тут есть проблема. У нас есть большая надежда на то, что изменится отношение к вынесению решений со стороны судебных органов. Я приведу несколько примеров. 9,5 тысяч дел, направленных в судебные органы за нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Это только по итогам 2023 года. Из них всего 222, это 2,3%. Принято решение о лишении права управления. Здесь, конечно же, мы можем говорить о том, что нет реального воздействия. Судья – человек независимый. Но я думаю, что силами вас, коллеги депутаты, мы сможем все-таки общественным порицанием призвать к совместной работе представителей судейского корпуса. И напоследок. В Дагестане на одну государственную награду стало больше. Депутаты учредили почетный знак за милосердие и благодеяние. Им будут награждать за личный вклад в спасение жизни и сохранение здоровья граждан, безвозмездную и бескорыстную помощь людям, нуждающимся в ней, участникам специальной военной операции и членам их семей. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Беседы с заключенными, нравственное воспитание молодежи и привитие любви к родине. Об этом мы и многом другом говорили на очередной встрече Муфтия Дагестана шейха Ахмада Фанди с делегацией из Хасавюртовского района. Религиозные деятели рассказали о проделанной работе за предыдущий год и наметили планы на текущий. Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедова. Практически каждая подобная встреча Муфтия Дагестана начинается с чтением строк из Священного Корана. Сегодня в гостях делегации из Хасавюртовского района. В ее составе преимущественно религиозные деятели разных направлений, имамы, сотрудники отдела просвещения, газеты о саламе, фонда Инсан. Каждый из них коротко рассказал о проводимой работе на местах. В районе также проходили летние курсы для детей, которых приняло участие более 5000 детей. В каждом селе учащихся летних курсов мы провели итоговые конкурсы, а в селении Индерей мы провели для них масштабные мероприятия, где разыгрывали среди участников цены и наглядили отречившихся мутаалимов и мухалимов. В семи мечетях Хасавюртовского района завершилось благоустройство территории. Это селение Сулевкент, Иншаллоу, Мистерух, Петропольская, Куруш, Мусаллаул и Ингердах. Мы встречали реликвию пророка Мухаммада, и весь район, весь Дагестан, три дня, можно сказать, это не наши слова, есть там большие светские личности, учителя, они говорят, за 70 лет, они даже некоторые не молятся, просто их состояние, скажем, они говорят, в истории Куруша таких дней, три дня, не было, и, наверное, не будет. Особое внимание привлекло выступление помощника района имама Джамала Маликова. Он рассказал о работе с заключенными, практически в каждой камере совершаются коллективные молитвы, проводят просветительские лекции и беседы, попытки к суициду у заключенных сведены к нулю. Когда человек уже находится за воротами, заключение, он, конечно, нуждается, он ищет причину, почему я здесь, что он может меня спасли, и в этот момент как раз Мафтиат подает им руку спасения, этот нужный момент оказывается в нужном месте. Суицид – это один из признаков последнего отклика, как бы они называют это «достучаться до небес», и суицид для них – это очень важный момент добиться своих целей, а цели у них бывают очень такие недостижимые. И после проведения с ними таких бесед, в том числе, что человек, проведенный каким бы методом, человек себя не умертвлил, этот человек будет себя умертвлять и до судного дня. Ну, приводим такие хадисы, мы переубеждаем их. На встрече также присутствовали Аксакалы района, представители администрации молодежной общественной организации. Говоря о работе с подрастающим поколением, была отмечена тесная работа с представителями Мафтиата. Одной из проблем является нравственность, на самом деле, над которой мы должны работать, над которой мы должны улучшать, особенно в подрастающем поколении. И, с одной стороны, отрадно, что Мафти поддержал мою инициативу, скажем так, озаголовил это направление. С другой стороны, грустно, скажем так, потому что приходится делать работу в этом направлении, что эта сторона у нас хромает. Одна из важнейших сторон, в принципе, воспитания человека и его становления. По традиции, духовный лидер республики выступил последним, внимательно выслушав речь каждого. В первую очередь, он поблагодарил Всевышнего за возможность так собираться и проводить работу во благо населения. Шейх отметил, что наша общая цель – в каждом дагестанце воспитать лучшие нравственные качества. Мы должны достичь такой цели, чтобы мусульманин ни одного человека не оскорбил, не унизил. Вот до этого должны мы довести нравы людей, дагестанцы. И когда где-то говорят, дагестанец какой-то плохой такой проступок делал, мы должны сказать, нет, дагестанец не может такое совершить. Вот так нам нужно каждый день работать над этим. Муфти призвал религиозных деятелей не вступать в споры с кем-либо, а среди молодежи возродить чувство уважения к старшим, родителям, а также любви к родине. Я хочу вас призвать, чтобы ни с кем в споры не вступали, ни с кем, ни по каким причинам. Не надо спорить. Это нас от основной работы отвлекает. То, что у нас в последнее время полностью утрачивается уважение к старшим, уважение к родителям, уважение к учителям, это полностью, можно сказать, почти нет. Вот это надо нам возродить. Мы должны приводить любовь к родине. Это что означает? Это означает, например, вот наш ребенок, сын, наша жена, или же мы, вот семейные споры выносим на обсуждение в годы к ан. Нам же это стыдно. Мы же хотим людям показать, что мы хорошо живем. А внутренние проблемы сами, как Курбан Хаджи сказал, мы сами в состоянии решать внутренние проблемы. Вот так должно быть. Если человек родину не любит, он что угодно, где угодно будет рассказывать. Поэтому в этих детях нужно вложить и любовь к родине. Духовный лидер обратил внимание на важность беречь здоровье. А этому, по его словам, способствует дозволенный заработок и употребление экопродуктов. В последнее время очень много болезней распространяются. Основная болезнь идет от еды. Спросите у любого врача. И если вам самим интересно, читайте книги. А для этого что нужно делать? Нужно максимально стараться, что то, что мы кушаем, питаемся, должен быть дозволенным путем заработанным. Одна сторона. Вторая сторона. Чтобы экологически чистым был. А для этого корова и несколько куриц держать дома, особенно людям, которые в селах живут, это очень удобно. Взрослого человека я спросил, он в селении в горах живет. Я говорю, у вас в селении чем занимаются люди? Он говорит, ничем. Я говорю, а как они кушают? Пенсию, говорит, получают. Представляете, это не дело. Я не говорю, чтобы от пенсии отказались. Пусть получают. Но надо же вот чем-то своими руками зарабатывать и этим питаться. В этом случае сейчас каждый раз открывают медицинские центры. И везде очереди. Проверяйте, просто посмотрите. Везде очереди. Поэтому постарайтесь, особенно кто в селах живет. Это не так трудно. Говоря о заключенных, Муфти отметил, что, по его мнению, большинство из них со временем раскаиваются в содеянном и оставлять их без духовной поддержки будет неправильно. Эти люди, большинство, я думаю, какой-то по злости, по принципам совершили преступление. И когда оказались там, уже в себя пришли, уже анализировать свою жизнь, когда у него время появилось, я думаю, процентов 80, они пожалели. От того, что пожалели, Всевышний покаяние принимает. Мы тоже можем прощать, а хукомат не прощает. Единственное, они через определенное время, по УДО, что ли, они могут выходить. А поэтому к ним должен быть особый подход. Встреча завершилась молитвой и вручением благодарственных писем и памятных подарков наиболее отличившимся работникам в районе. Хамз Нурмагомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Боец Магомед Исмаилов проведет свой следующий бой в лиге ACA. Промоушен устроил ему реванш против бойца Беллатр, россиянина Анатолия Токова. Поединок средневесов состоится на юбилейном турнире организации 9 марта в Москве. Напомним, что первый бой между Исмаиловым и Токовым состоялся в далеком 2013 году и тогда победу приемом в первом раунде одержал Токов. С тех пор Магомед Исмаилов прошел путь от проспекта до одной из главных звезд российских единоборств. На данный момент его рекорд в ММА – 18 побед и 3 поражения. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин